Несколько лет на территории Тамбовской области действуют программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Многие жители нашего города уже получили новые квартиры в поселке Гвардейский. В редакцию ТВ Рассказова обратилась жительница одного из таких коттеджных домов и сказала, что жить в нем невозможно из-за множества неполадок. В ситуации разбиралась Дарья Белозерова. Валентина Михальчук приехала в Рассказова из Мурманска в 2007 году и купила квартиру, которую через несколько лет признали аварийной и включили в программу переселения. Взамен этой жилой площади ей предоставили новую – в микрорайоне Гвардейский. Ее собственницей она стала в 2012 году. Меня переселили без суда и следствия. Квартира приватизирована. Квартира куплена за мои деньги в том районе, в котором я хотела бы жить и жила. А сейчас я живу в поселке Гвардейском. Это не черта города, это поселок, а не город, рассказываю. Это микрорайон города. Теперь переселили. В таких условиях дороги не было, все было разбито. Все как бы перевозили сюда трактором на прицепе. Мы тут таскали эту грязь, неизвестно какую. И в итоге я получила квартиру с большими недоделками, недостроем. В новой квартире Валентина Ивановна живет 3,5 года. Проживанием в ней она недовольна. По ее словам, стеклопакеты пропускали не только холодный воздух с улицы, но и дождевую воду. Поэтому ей пришлось их заменить. Электрические коробки были открыты, она сама их заклеивала. Линолеум, расстеленный на полу, ничем к нему не прикреплен, а значит под ним собирается мусор. Но самой большой проблемой является система канализации. При смыве унитаза вода вытекает на пол ванны и течет по всему дому. Вытереть мокрый пол, как оказалось, тоже не так просто. Он находится под напряжением и хозяйку бьет током. За помощью в решении этих проблем Валентина Михальчук обратилась в администрацию и написала заявление о том, что в ее квартире не работает канализация. Мы туда выезжали, специалист у нас выезжал и установил следующее. Яма заполнена, то есть она не откачивалась и, как видно, давно не откачивалась. В первую очередь мы рекомендовали, Валентина Ивановна, откачать эту яму. Затем пригласить специалистов, которые бы осуществили, пробили, как говорили, засор. Возможно, засорилась канализация, прочистку сделали канализацией. В связи с тем, что это является ее частной собственностью. И собственники у нас жилых понищений по статье 30 жилищного кодекса несут бремя содержания общего имущества на квартирном доме. И обязанность эта лежит на ней, как на собственнике. В связи с тем, что она не платит, не заключена у них договор с управляющей никакой компанией или организацией. Они сами управляют своим домом, самоуправлением у них. Они не платят содержание текущий ремонт по первой строчке, который мы все платим, живем на квартирном жилом доме. То есть она сейчас сама должна за свой счет произвести эти работы. Застройщик может оплатить ремонт только при наступлении гарантийного случая. А наступить он может, если нарушения произошли во внешнем трубопроводе. Но чтобы это выяснить, сначала необходимо откачать сливную яму и прочистить внутренние трубы. За все остальные работы в доме также несет ответственность собственник квартиры. Администрация города предоставила Валентине Михальчук номера телефонов и названия управляющих компаний, которые могут осуществить ремонт в ее квартире. Дарья Белозерова, Максим Соколинский, Новости, ТВ Рассказово.